Свободолюбивые граждане против секты святого Пу. 30 июля 2012 года в Хамовническом суде Москвы, который уже получил в народе прозвище Хамсуд, началось слушание дела скандально известной группы Пусси Райт. Накануне наш тяжелоатлет Гидроцефал молвил шершавым языком юриста, мол, не надо раздувать шумиху, ибо в других странах законы еще суровее. После предыдущего заседания, где адвокаты потерпевших говорили о том, что это все связь с сатаной, и приплели туда трагедию с башнями-близнецами и так далее, мне это напомнило вот такой классический книжный в учебниках для психиатров фантастический бред парафренный. А судья это все слушала, а это называется индуцированный. То есть быть индуцированным бредом, потому что иначе как бред назвать, это трудно. Поэтому если Дмитрий Анатольевич, будучи юристом, считает, что бредовым высказываниям можно осудить человека, ну тогда это говорит просто о его юридической компетентности. Мне как психиатру профессиональному кажется это странным. На дорожном знаке у здания хамовнического суда следы напоминаний о бывших достижениях хам суда. Судья Виктор Данилкин лично в ответе за неправедный суд. Эти следы пытались сорвать, как-то уничтожить, но то ли руки короткие, то ли приклеили хорошо. По существу история пусирает трагифарс на тему реплики юродивого из пушкинского Бориса Годунова. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велит. Но если у Пушкина царь Борис принял эти слова со смирением, не было принято на Руси блаженных линчевать, то в наши нефтеспасаемые времена газосварщик всея Руси обиделся и повелел заключить кощунец в темницу. Дело обрело нехорошую окраску как для власти, так и для РПЦ, которая и так уже превратилась в церковный отдел кремлевской опричнины. Это гибридские каналы, вам зомбируют мозги, вам потом стыдно будет. Абсолютно ангажированный суд и символично, что это хамовнический суд, где было второе дело Ходорковского. Очевидно, что за процессом стоит Путин и иерархия. У меня никаких сомнений в этом нет. И решение будет продиктовано из Кремля. Возможно из патриархии, но скорее всего из Кремля. То есть у нас нет суда? Конечно нет. Как вы считаете, отделена церковь от государства по существу на самом деле? Да нет, к сожалению. Она знаете где отделена? Вот на уровне среднем. Здесь очень много подвижников, которые работают с людьми в храмах или в соответствующих регионах, провинции. Наверху, к сожалению, я думаю, что это пока просто такое подразделение вертикали власти. Вот я вам говорю как человек верующий, у меня такое впечатление личное. То есть патриарх, это Владимир Владимирович Путин у нас на самом деле? Ну, это часть вертикали. Я так специально, это общее такое название вертикаль. Потому что даже не понятно, как назвать режим, не режим. И не хочется мне разбрасываться какими-то негативными определениями. Я по-прежнему считаю, что мы на очень серьезном перепуте. От Путина зависит, мы станем европейской страной с институтами. Что, на мой взгляд, весьма в его интересах. Средневековье, средневековье, 21 век. Ну, просто задыхаешься, задыхаешься, мои дорогие. Очень у меня много что есть сказать, но это об этом говорят все газеты. Все пишут, все все знают. А мужество у людей, у которых уже все потеряно. Совесть, честь, достоинство. А мужиков нету. Вы не знаете, как насчет мужиков. А все идут в попы, в стриптизеры, в манекеты там, в милицию. А мужиков нету и некому за родину. Знаете, я верующий человек. Я реставратор, который воссоздавал этот иконостас вместе еще с несколькими своими коллегами. Очень немного людей было. Я, честно говоря, не очень понимаю, чем я должен быть оскорблен. Я не вижу ничего такого, чтобы вызвало чувство оскорбления. Ну, молитва, ну, необычная. Ну, молитва, связанная с каким-то политическим подтекстом. Кого и чем оскорбили? Меня, вот я верующий человек, меня не оскорбили ни капли. Обиделась ли Богородица на молитву пусть и рает, доподлинно неизвестно. Зато возмутились те, для кого Путин и бог, и царь, и государь, и судья. И до тех пор, пока гауляйтер в Сия Руси будет считаться политиком, в России беззаконие будет рядиться в благочестивые одежды фемиды. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Особая буква.